Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Давненько я не показывал Норсгард, но недавно вышел новый патч, который поизменял кучу всего в кланах. Особенно, кстати, изменил моего любимого Ворона. Я пока не могу понять, к худшему или к лучшему. Там вообще просто изменена сама логика игры, что ли. Там все на деньги осталось, но теперь такое ощущение, что вам надо рейдами, постоянными ресурсы именно добывать. То есть именно рейды отправлять, чтобы добыть ресурсы. Изменили тоже БК. Я сам буду в процессе рассказывать. Казалось бы, конечно... Ну давайте я свою рожу уберу. Казалось бы, его нерфили, потому что уменьшили силу самого Торфена, то есть этого главного чувака, да, с 15 до 14. Уменьшили силу воинов, когда их улучшают за железо. Уменьшили стоимость апгрейда этих военных лагерей теперь. Потому что если раньше они половину только тратили, то теперь только по 30% снижено. То есть раньше надо было заплатить 50 дерева, 5 камня и 25 денег. Теперь 70 дерева, 7 камня и 35 денег. Казалось бы, все плохо, но при этом они сделали, что вот этот трон Торфена дает две науки вход. И за счет этого БК получается очень быстро развивается. Он дает две науки вход до тех пор, пока у вас не появляется сам Торфен, в общем-то. И получается у БК теперь очень быстрое развитие. То есть, ну, развитие в том плане, что очень быстро он предание получает. Я вам хочу сказать, что первые года два обычно клан БК на первом месте. Ну, играем в ФФА на восьмерых. Я, честно говоря, даже не посмотрел, какие кланы против меня и какого уровня игроки. Потому что я хочу просто клан показать. Не факт, знаете, что я тут победю. Но ощущение, что вот это вот как быстро клан развивается БК... Я вот... Катя, напишите в комментариях, кто играет Торфен. Как по-вашему, это занерфили клан или наоборот его улучшили? Потому что у меня такие... Блин, что мне из этого лучше... Наверное, вот эту местность заберу сначала. Потому что тут как-то так леса у меня нету. Никаких руинок и кораблекрушения нету. Короче, старт... Средненький, прямо скажем. Давайте лес поставим, добывать. И оленей сразу поставим тоже. Ну, давайте сразу эту территорию тоже заберем. Не могу понять. Мне, наверное, придется вот сюда сразу поставить и военный лагерь. Блин, вот тут плохо. Ну, как всегда. На ФФА, но если кто-нибудь обязательно сдастся вначале. Кому-то повезло, что у него минус сосед. Ну, как вот так можно садиться играть и сдаваться? А, и у меня плохое место. Все, пойду, сдамся. По-моему, тут интерес как бы преодолевать. В общем-то, бороться. У меня тоже как бы не фонтан, например, здесь. По моему скромному мнению. Так, а где у нас наука вот здесь? А тут у нас две... Слушайте, может мне не ставить сюда вообще? Я вот здесь, наверное, поставлю. Давайте... Давайте строить уже сразу... Блин, туда набежало. Черт. Давайте, наверное, сюда военный лагерь буду ставить. Или подождите. Блин, что-то у меня сомнения по поводу... Мне нужен срочно военный лагерь. Не, ну, в любом случае мне с этим волком надо разобраться. Давайте, наверное, сюда лекарей поставлю все-таки, а сюда военный лагерь. Я просто, наверное, думал сначала вообще этих... На деньги и науку пока. Потом лекарей поставлю, а потом уже военный лагерь. Как-то так. Потому что все равно деньги и науку нужно быстрее. Лекарь это та же еда. В принципе, они, конечно, поменьше набирают, чем... Реальные добытчики еды. Ну, вот, плоховато у меня с деревом будет и плоховато... А, нет, просто с деревом пока. Плоховато с деревом будет. Потому что нету... Так, еще девять, да? Девять жителей. Еще десятого бы нам... Заполучить. Поплыли. Поехали. Не буду ждать... Десятого. Поехали строить уже как раз пока... Построится. Надо зачищать вот эти места. И просто у меня будет дуболом здесь стоять. Вот только отсюда могут быть какие-то нападения. Я, наверное, пристан дракаров поставлю. Тут за счет того, что быстро науку идет, я думаю, я быстро выйду в градостроителя и улучшу эту территорию. Не исследуем территорию летом. Скаутом ждем зимы. Собираем еду на будущее. Сейчас я коплю деньги, а не деньги, а дерево, чтобы еще один этот поставить. Гавань. Так, ну давайте зачищать территорию. Я вот думаю, какую... Тут, конечно, наука. Но здесь я могу забрать овечек и... Собственно, зарезать овечек и сразу эту территорию присоединить. Блин, тут вообще... Смотрите, одно здание только возможно. Блин, а что так мало зданий я вообще могу поставить? Вообще, кстати, это вообще не фонтан. Мне кажется, все-таки все равно надо сначала эту территорию забирать. Тут ставить добычу мяса. Потом уже эту... Как раз зарежем овечек. У меня сейчас как раз колонизация откроется. За счет чего я быстрее... Дешевле, дешевле смогу территории присоединять. Надо было тут стоять. Это я зря сюда прибежал, потому что я не могу одним дуболомом сейчас убить двух волков. Немножко поставить полечиться. Хотя, слушайте, я тут смогу обе территории забрать. Это 50, это 80, это 130 будет стоить. Так что не выделываемся. Берем сначала эту просто. Сразу отправлю на науку. Будет не хватать еды зимой, у меня овечки будут. Да ладно, напал сюда. Все-таки волки где-то есть. Так, давайте добьем этих волков. Тут надо лечить... Ну, оно сейчас будет бить волков. Лекарь начнет лечить охотника. Потому что сейчас охотник на 20% меньше добывает еды. Забираем эту территорию. Две одинаковых ставлю. Видите, мясо-мясо. Чтобы на будущее, например, можно было за железо улучшить сразу охотников. Кого-то одного улучшить. Так, вот охотник ставим. Строим. Давайте, наверное, я вот так поставлю. Зимой дострою эту. Так, овечек сюда. Явно мне одну овечку придется резать. И давайте охотника долечивать. А этого сюда ведем. И сразу начинаем исследовать территорию. Нам вот эти две территории надо исследовать за зиму. Так, я одну овечку сразу зарежу, чтобы не отвлекаться. Конечно, оленевод будет давать еду сейчас. И, в принципе, когда долечат наших юнитов, еще и лекарь будет давать еду. В принципе, давайте уже сразу. Блин, знаете что? Я, наверное, сначала... Я сначала домик построю. Потому что мне надо, видите, 3,2. Надо, чтобы новые жители появлялись. Ну, тут, конечно, территория мрак. Одна всего лишь. Но все равно мне надо забирать такое. Поделать. Так, два волка. Это даже одним дуболомом можно будет зачистить. Хорошо. Так, открываем градостроитель. Сразу улучшаем центр. И я бы, наверное, даже вот эту территорию улучшил. Сразу, чтобы можно было... Вообще, на самом деле, я бы тут все сразу... То есть, все деньги, которые у нас есть, сразу бы использовал. Вопрос. Ну, наверное, все-таки эту лучшую область улучшать в данный момент. Потому что здесь больше добытчиков. Улучшенная область для быка, она еще и улучшает вот все, что добывается. Так, куда нам дальше исследовать? Давайте вот, наверное, на эту область посмотрим. Там, смотрю, медведь. Так, вот тут у нас красный недалеко. Или это оранжевый? Или оранжевый? Оранжевый, скорее. С вами без понятия, кто это. Так, поплыли. Пока не начинаем железо добывать еще. Десять. Десять. Так, тут два волка и тут два волка. Это, в принципе, защищается даже одним дуболом. Нам даже торфен не нужен. Я бы подольше не брал торфена именно за счет того... Ну, вот я третий, но мы ровно идем по науке. Сейчас я, может, даже быстрее пойду. Они, возможно, открыли, например, там у них этот был. Как его? Развалины какие-нибудь были. Да, были. А у меня тут вообще ничего нет. У меня тут только развалины в будущем будут. Так, ну вот тут интересно, конечно. Тут у нас... Эльфы. Давайте сразу начнем с волков. Отхожу. Так, а где вы здесь, второй волк? А, вот он. Так, ну вообще, в принципе... Ну, а сам волк набежал. Ну, тут не убьет он. Давайте, наверное, улучшу эту территорию. Поставлю здесь склад. И, в принципе, нам можно одного лесоруба на добычу железа уже. Как раз к этому моменту, я думаю, мы накопим 250. Неизвестный маяк построил... Неизвестный клан построил маяк. Надеюсь, это не ворон, который хрен знает где, на которого никто не будет нападать, и чтобы он чисто через маяк победил. Ну, я бы, наверное, даже эту территорию улучшил уже. Не спешу с... Так, давайте, значит, поставим военный лагерь и кузницу на будущее. А лучше, чтобы... Смотрите, вот плюс 11. Развить, видите, стало плюс 11. Было плюс 10, точнее, стало плюс 11. Потому что я улучшил эту область, и вот добытчик знаний стал лучше работать. Опять же, способность БК. Градостроитель. Улучшенные зоны дешевле на 50%. То есть 50 монет, а не 100, как для других. И в улучшенных зонах обученные бойцы работают... Ну, это странный перевод. На самом деле, просто специалисты. Какие-либо специалисты на 10% круче работают. А еще и содержание зданий уменьшается. То есть по-хорошему для БК вообще практически все зоны начальные. Ну, вот первые 5 зон вообще без проблем улучшить. Сейчас у меня, чтобы Торфена получить, 250 монет надо. Так, давайте здесь доразбираемся с волчатами, чтобы они уже не томили меня. Ну, хватит и одного атаки, потому что у меня стали юниты сильнее. За счет того, что я взял... Где-то у нас вот оружейника. Вообще, я бы вот эту территорию присоединил и, конечно... Ну, это надо, наверное, зимой делать. Опять же, скаут зимой. То есть пока копим... В принципе, очень быстро мне эта территория не нужна. Я ее, наверное, присоединю. Зимой именно. И сразу скаутом... Исследуй руины. Это плюс деньги и плюс наука. Это как раз будет, собственно... Торфен к этому моменту. Нету смысла строить кузницу, пока у нас нету железа необходимого. Кстати, еще чем хорошо, мы можем вполне к Торфену вот это открыть и получить благословение Йорды. То есть можно забыкать... Ну, смотрите, я уже первый по науке. Просто впереди за счет того, за счет вот именно этого трона Торфена. Хотя я особо в науку на самом деле не вкладываюсь. Так, военная подготовка, свободный боевой опыт, стоимость улучшения учебного лагеря. Вот, видите, снижается на 30%. А раньше до патча она на 50% снижалась. Ну, пока все. Вроде путем даже, наверное, отправим еще одного лесоруба. Дерево нам в будущем много понадобится. Что-то Нердвин Майнер ОК написал. Не нравится мне тут. Хотя 11% наверное он только построил этот... Маяк, ничего он не делает. Для того, чтобы... О, падшие мореходы перед зимой. Это, кстати, неприятно без Торфена. Слишком долго их убивать надо будет. Ну, у меня будет точно 15%. Вот денег может не быть. Знаете, наверное, надо... Все-таки забрать эту территорию и исследовать. Я, наверное, вот вместо... Я вот так сделаю. Так, красный у нас, очевидно, за вепри играет. Маска Гулинбурсти. Это значит, что... Там появляется свинина такая огромная. Наверное, на фиолетового двое нападают. Судя по всему, и черный, и синий, видимо. Решил не зимой это делать, потому что эта фигня даст мне деньги. И я смогу сразу на... Вот эти нападающие павшие мореходы, они... Их очень долго убивать надо. Они особо сильные, но и так как их трое, и у них очень большая защита, их долго убивать надо. И они еще при этом несчастье дают. Лучше уже взять Торфена тогда. Тем более, это сейчас еще и науку даст. То есть я вот сразу предание открою. То есть я там все... Кстати, по этому поводу надо кузницу суда. Что-то надо строить. Я смогу сразу улучшать воинов. Так, оранжевый у нас коза. Это очень неприятно. Его бы надо притормозить, конечно. Как можно быстрее на него напасть. Все по этим видно, по реликам. Так, пока вернем скаута. Все, можем нанимать Торфена. Не будем откладывать. Ну, центр карты за БК, конечно, было бы приятно найти, но это не обязательно абсолютно. Так, яростный натиск, благословение Йорда. Сразу улучшаем ратушу. Получили Тана. Теперь у нас улучшается добыча. Так, так, так. Все, иди улучшай дружину и улучшай... А, денег пока нету. Следующим надо будет... Так, падшие воины всегда нападают на прибрежные тайлы, но не там, где рад. На ратушу они могут напасть только если у вас единственный прибрежный. Да, блин. Серьезно. Просто не хочу сейчас туда... Ладно, пойдем вот так этого волка завалим. Не хочу туда бежать, потому что эти нападают тут. Видите, они... Я просто знаю, что они нападают только на прибрежные тайлы. Так, что тут с волком? Сделали. И они минус 10, к счастью, дают. А, ну пускай убьют этого лекаря. Это лучше, чем его лечить долго. Синий сдался. Прикол. Так, сразу на лекаря перебрасываем. Так, тут можно сразу поставить улучшать мореходов. И давайте... А у нас нету еще достаточно камня. Так, ну... Надо копать. Это... Как бы древние поля сражения, где Торфин может все снаряжения всякие крутые находить. Так, сразу скаута отправляем дальше исследовать. Причем в сторону козы. Я знаю, что там оранжевый. То есть это оранжевый, а не красный. Как раз это коза. И как раз там на меня волки оттуда нападают. Вот здесь, судя по... Я не знаю. Судя по тому, что я не вижу никаких этих... Тут был коричневый, который сдался. То есть это мне повезло. Синий, который строил маяк, тоже сдался. Это значит... Можно не беспокоиться, что кто-то там сейчас победит... Торговой победой. Так, надо добывать камень. Все, снаряжение добыто. Долечиваем остальных. Какая-то даже неплохо получилось, что мне убили лекарем. Я бы сейчас иначе был минус по счастью. Видите, уже 0,8. То есть следующий селянин даст мне минус по счастью. Наверное, надо будет вот эту территорию открыть. Вот эту бы забрать. Тут как-то расселяются уже гоблины. Довольно быстро. А, слушайте, не здесь к нему проход. Это все моя территория. Так, надо догадать у тебя... О, прикол. Слушайте, я немножко по-другому думал, здесь будет кара. Я думал, здесь вот еще территория, а вот тут этот оранжевый. Так, значит, это все мое получается. И тут, блин, а если здесь у нас... Здесь, скорее всего, йотуны. Мне надо их открыть и как можно быстрее. Я думаю, что оранжевый как раз с ними торгует, чтобы заполучить йотуна. Вот это очень неприятно. Так, что-то я камень забыл поставить. Еще зеленый тоже коза. Эльдхрумнир это релики только клана козы. У быка, например, релик Эгир. Но я не спешу с его постройкой. Ты ж, блин, сколько тут волков. Давайте вот это быстрее откроем. Ну, за зиму. Сейчас будем зачищать этих волков всех. Вообще, тут можно, конечно, на науку попытаться выиграть. Потому что тут круг камней, тут круг камней. Но это ж не за быка. За быка играть на науку, ну, немножко странно. Тут два медведя. Ну, в принципе, мне есть где прокачиваться сейчас. На чем качаться. Так, я сейчас возьму защищенность, чтобы счастье появилось. Ну, давайте набивать. Нам нужно военный опыт набивать. Полечимся. 414. На самом деле, вот этих я волков убью. И все, вы меня, считайте, будет. Я хочу уже дооткрывать. Нет, я хочу видеть йотуны. Это явно йотуны. Потому что вот гоблины. А вот эльфы. Где тут они? Вот эльфы. То есть, из нейтралов это могут быть только гоблины. Только йотуны оставшиеся. И я хочу видеть, торгуют ли с ним оранжевый. Будет. Просто, когда вы открываете, это видно. Сейчас вам покажу. Вот видите, это йотуны. Вот так выбираете. Да, видите, оранжевый начал с ним торговать. О, как раз добыча. Еще один элемент снаряжения. Зашибись. И берем защищенность для счастья. Маловато денег. Конечно, сейчас я улучшу. Бристин Беракаров. Но я думаю, мне надо и торговый лагерь где-нибудь построить будет. Вот тут, наверное, вот эти я позахватываю территории. 140. Так, наверное, не буду пока лечить Торфена. Сразу пойдем. Этих зачищать. Этих зачищать. До того, как оранжевый. Так, забираю, наверное, все-таки ту территорию. Да. И нам надо домик. Давайте вот сюда дом ставим. Потом. О, кобальты захватили. Блин, только я хотел пойти медведиков помочить. И вот так. То есть это для того, чтобы сразу улучшить тут место. Так, потом здесь камень надо. Так, где сделаем. Так, где сделаем. Вообще, можно, наверное, мудреца сразу сюда перебрасывать. Потому что он тут на 10% больше. Нет, давайте, наверное, военный лагерь не достраивать. Так, сделаю. И разовью. Область. Тут, как бы, на самом деле, тоже на 10% больше из-за улучшения. Из-за увеличения территории, понимаете? Так, сейчас будем улучшать еду. Болг появился. Давайте сразу завалим. И за БК берем завоевателя, чтобы получить бесплатную военную теху. И вот сюда неудержимость. Так, начинаем тоже добывать камень. Сюда улучшаем еду. Так, вот здесь военный лагерь надо будет поставить. В будущем. Пока, пусть, знаете, так вот отмечаю. Вот здесь, наверное... Ну, кстати, может отправить... А, давай сейчас с драуграми разберемся, чтобы никого тут не было. Разберемся. И потом я отправлю сюда уже сразу добывать железо. Чтобы релик делать. Здесь тоже можно военный лагерь. Ну, нам, короче, надо... Следующим улучшить лагерь разведчиков. И зимой разведать оранжевого. Блин, там красный... По культуре очень неплохо идет. Так, что тут насчет йоту на вообще? Ну, как-то оранжевый не особо, кстати, быстро. Наверное, все-таки еще и торговые... Давайте мы, наверное, вот так еще поставим. Или здесь лучше, чтобы тоже можно было улучшить. Вот так и так. Так. Пока стоим здесь, хотя тут могут и эльфы набегать. Давайте, наверное, сразу еще одного поселяния на торговый пост построить. И сразу туда отправлю его деньги тоже зарабатывать. Хотя у нас основные деньги все-таки эти мореходы будут приносить. Если что, у нас овечка есть. Так, что если зимой будет совсем впроголодь, то овечку используем. Так. Давайте потихоньку военные лагеря улучшать, потому что они нам счастье еще дают. Это за счет защищенности. Ой, домашний очаг очень вовремя открылся. К зиме меньше будем потреблять дерева и еды. Я зимой уже буду достраивать все эти военные лагеря. Опять же, хочу сначала еды побольше добыть. Ну и, соответственно, двух скаутов, конечно, отправим исследовать все. Можно поставить, кстати, на территорию сюда, чтобы волки вообще не появлялись. Но я хочу, чтобы они появлялись, и я бы на них военные очки набивал. Плюс еще юнит... Не-не-не, не достраивай. Юнит воин в нашей территории быкам тоже дает просто так военные очки. Тоже вот способность. Да, вот. Свободные бойцы на вашей территории получают боевой опыт. Но только на вашей территории. Поэтому я не хочу его туда ставить. Могу торфена поставить, но опять же, пускай волки появляются. Так, наверное, вот тут стоит развить область. Опять же. Чтобы это все больше давало. Вот теперь уже 20%, например, вот этот ученый дает здесь. И тут имеет смысл... Домик будет еще сделать. Но пока не сейчас. Просто пускай стоит. Так, отправляем скаутов. Строим здесь военный лагерь. Скауты бегут сюда. А вот еще, в зависимости от разведки... Фиолетовый говорит красному, иди, нападай на черного. Потому что ты, если нападешь на меня, я просто сдамся. А черный? Ну, вот черный говорит, что да, хороший. Ну, конечно, оранжевый странно. Ой, оранжевый, что я его оранжевым называю? Фиолетовый странно, конечно. Все ведет. А, ну, может быть, там, видите, черный на него напал. Так. До. А хотя, может, мы здесь, Катя, сделаем домик. Давайте реально не здесь делать, а вот сюда поставим домик. На будущее. Не сейчас, на будущее. Так, здесь достроим тоже. Не, надо, видите, улучшать. Уже в минус пошел, да. Ну, как я и говорил, это коза у нас. Ага, и черный... Черный с козой соседствует. Значит, раз там фиолетовый, значит, у нас получается оранжевый, потом черный, потом фиолетовый, потом где-то там красный. Может мне не выделываться, не трогать оранжевого, а просто вот этих всех нейтралов зачистить? Между прочим, это хорошая штука. То есть зачистим йоту, но не дадим усилиться оранжевому. У него есть сосед? Что мне... Так, кстати, надо релик начинать делать. Слушайте, наверное, я так и сделаю. Сейчас я открою там центр оранжевого и вернусь. Буду нейтралов открывать, зачистим гоблинов. Ну вот, я в принципе... При хорошем раскладе я могу вот так вот прибежать и оранжевого просто убить. Как мне кажется, что у него... Тут еще тем более гоблинцы вон. Так, давайте сюда посмотрим. Так, там... Прибежали волки позорные. Это зачистим. Не знаю, что, конечно, где ну как раз лето наступило. Так, давайте быстренько попробуем три гоблина. Мы, я думаю, успеем. Пока они тут не размножились. Вот эту территорию... И вот этих сразу можно убить. Их там два всего. Видите, они тут расползаются. Тут фокусируемся именно на гоблинах, а не на медведях. До медведя стал быть слабимым. Отойду полечиться. Так, ну, наверное, давайте достраивать домик. И улучшаем этот учебный лагерь тогда после этого. Еды маловато. Сейчас мы тут добываем все вот эти... Руду и... Железо. Все будет норм. Тут одна штука осталась. Тут четыре. Так, все, добыто. Пускай достроит военный лагерь, я не против. Так, тут девять. Ну, еще йотуны. Нет, давайте сначала эльфов откуда... Нет, йотунов. Давайте йотунов. Давайте умелую разработку. Типа в кораблестроение пойдем. Думаю, тут уже даже можно больше юнитов брать потихоньку. Хочу этих йотунов открыть, чтобы видеть, кто их пытается засоюзить. По-моему, только два йотуна могут быть, да? А, тут уже у зеленого есть йотун. Ну, вот пример. Вот это явно чувак к этому стремился. Оранжевый мял сиси. Причем именно йотуном и мял, поэтому у него ничего не получилось. А у зеленого уже есть йотуны. И он там, возможно, кого-то будет нагибать сейчас. Так, ну, план, наверное, сначала убьем гоблинов. Возвращаем этих ребят домой. Так, этого давайте в юниты. Дальше продолжаем улучшать военные лагеря, потому что они силу добавляют. Ну, я думаю, нам четырех надо. Так, и так. Этого нам хватит, чтобы с гоблинами разобраться. Начнем с тех, у которых девять. Ну, оранжевый открывает гоблинов. Это уже поздно, так сказать. Ну, блин, как у меня, конечно, микроконтроль здесь никакой просто. Так, ну, надо полечиться. Там, конечно, их четверо, но тут еще и драугры. Я буду долго. Так, надо еще улучшить один лагерь. То есть у нас минус. У нас минус из-за того, что нездоровье. Но, тем не менее, лагерь надо улучшить, чтобы все-таки был плюс и не было штрафа по добыче. Пойдем мы пока здоровыми ребятами. Очень просто торфеном убьем вот этого волка, чтобы не прибегало оттуда никого. Но еды вообще маловато, конечно, капает. Может, знаете что? Давайте я вот здесь после этого выкую все-таки на охотника. Вот так. И потом можно на мудреца и попробовать реально победить. Так, там не увеличивается количество гоблинов. Так, у меня закончился камень на улучшение лагерей. Так что надо вот это будет еще забрать. Ну, правда, тут тоже, кстати, забираем территорию. Это камень. Но здесь-то камня по 35, а это будет только 5 камня. Есть разница, да? Так, оранжевый меня исследует. Интересно. Так, сколько у него? Ну вот в следующем году, по идее, надо вот сюда будет нападать, чтобы этих убить. Ребят, иначе... Иначе оранжевый еще с йоту нам окажется. А, кстати, я одного потерял. Ладно, давайте еще одного сделаем. Блин. Знаете, я пускай он его убьет, ладно. Сейчас я этого отведу. Так, все, пошли. Вообще, конечно, тоже давать развиваться козе не самое лучшее решение. Все, гоблинов больше нет. Гоблины, они такие маленькие, да, но... Ну, в общем-то, но они когда вместе нападают, такой урон наносят неприятный. Так, давайте, наверное, сразу и медведей завалим. В каждом месте, по-моему, 75 очков опыта. Да. То есть до 1500 до... Нам надо добить. Тогда, благодаря тому... Благодаря тому... Какого? Кровавая баня. До кровавой бани надо набить. Но они могут набиваться просто стоя вот на своей территории, понимаете? А, стоп, у меня же там... Блин, ну я вчетвером, мне кажется, не убью. Хотя, давайте вылечимся, попробую. До зимы попробую сейчас убить и эльфов тоже. Так, пока они тут стоят, давайте этого убьем. Мне сейчас уже наука не особо нужна, поэтому я сюда не бегу. Ну, я не хочу, типа, прям лететь по науке. Кстати, по науке я уже четвертый, да, там кто-то... Не, блин, не по науке. По Игдресилю, по науке я третий. Сейчас вылечимся, я, наверное, успею еще напасть на эльфов. Но их надо реально всех завалить тогда. Потому что тут, видите, мой, ну, что-то лежит, что я могу выкопать. Ну и плюс это нормально добавит опыта кровавую вот эту вот баню сделает. Так, ну, шесть штук, конечно. А можно как-то фокусироваться на одном все-таки? Так, походим, минусы в воин стопудово. Да, минус один в воин, ну, нормально. Ярл, таран. Уходим, лечимся. Сейчас еще релик будет. И главное, чтобы за зиму оранжевый не забрал йод у нас. Не знаю, ну, даже если бы тут кто-то был, он не мог бы ко мне пройти сквозь гоблинов и эльфов. Понимаете? Так, ну давай, релик. Есть. Почему надо... Они не только сами по себе дают бонусы, да? Вот сами по себе. Но плюс еще каждое... Каждое... Родовое снаряжение плюс 5% к силе атаки и защиты. Видите, вот за счет неудержимости. Это тоже очень... Ой, зеленого победили. То есть ему не помог йодун. Отлично. Надо еще оранжевому не дать забрать йодунов. Так, я думаю, что надо бы отправить скаутов дальше исследовать территории. Тут, тут. Так, я где-нибудь могу еще военные лагеря поставить? А, там я не достроил просто. Давайте достроим. И, наверное, стоит забрать эту территорию и камень подобывать. У меня еще не все военные лагеря апнуты. Так, ну вот, на йодунов, конечно, 4 воина маловато было. Ух ты, оранжевый победил черного. Фига себе. Там что-то черный переругивался с фиолетовым, а в итоге его победил оранжевый. Так, ну там в лидерах красный. Получается. Убируете все строения гоблинов вонючие. Известно, чем они там занимались. Фиолетовый. Так, домик давайте сделаем. Все, этот закончил улучшение инструментов. Я думаю, можно даже кузницу убрать. Давайте возвращать. Скаут что-то мало я, конечно, пооткрывал все. Тут тоже давайте делать. Это даже не только для того, чтобы больше юнитов получать, я делаю военные лагеря, но и для их апгрейда. Каждый апгрейд плюс 5% к силе воинов добавляет. У меня воины будут вполне 10 плюс 10. Так, что здесь? Кораблестроение на деньги. Улучшаем учебной лагерь. Как вы думаете, сколько мне надо юнитов, чтобы убить йотунов? Я думаю, штук 8. Сколько их убийств у меня добавит? Просто 100. 100 славы и все? Наверное, имеет смысл сразу оттуда и на... Этого бежать. На оранжевого, мне так кажется. Еды маловато, правда. Да, ладно, но мы можем сойти не на еду. Давайте мы сделаем так. Потом... Этот... Торговца тоже сюда. Это у нас 6 будет, да? Ну и давайте знахаря пока. Блин. Что еще тут сломалось? Так, это 7... 8, 9, 10. Ну я просто йотунов хочу убить, даже если оранжевый... Я в принципе могу на оранжевый атак без йотунов напасть. Может мне не стоит терять... Ну 100... 100 славы, нахрена мне 100 славы, правильно? Этих сейчас мы быстро свалим. Тут первым Торфена запускаем. У меня очень хорошая защита от всех этих башен. Так, ну вот... Вот эта армия, это конечно никакая пока. Против БК? Давайте смотреть, это сколько у него. 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. Ну... Против 10 юнитов БК с Торфеном... Это не работает. Я даже, наверное, свои способности не буду использовать. Хотя... Хотя можно использовать там. Серьезно? Это называется суицид. Вот это то, что он делает. То есть у меня кровавая баня. Никогда так не делайте. Ну то есть не входите на... Не только, не просто, что против БК. Потому что вы входите на территорию, где юниты врага готовы вас убивать. При входе на территорию, по-моему, кулдаун что-то 0,7 секунд, если меня не изменяет память. Прежде чем юниты начнут атаковать. У меня два юнита убил всего лишь. Ладно. Давайте мы туда сбегаем. Воинам. Очень медленно оранжевый. Надо было ему посорить, как зеленый. Быстро йотуна набрал. Потому что это очень медленно. Он... У тебя рядом йотуны. Ты прям сразу знаешь в начале игры, что у тебя есть йотуны. Так медленно набивать его. Ну хорошо, хоть не сдается. А то некоторые сразу сдаются. Типа и... Ты за них очки не получаешь никакие. Меня уже красный исследовал. Наверное, стоит это тоже улучшить. Переключим на вид армии, чтобы если красный пойдет. Я пойду тут два. Не хочу. Так, давайте в лекаре. Давайте. Возвращаемся. Так, с йотунами больше никто не торгует. Ну это же хорошо. Теперь нам надо, в общем-то, найти оставшихся ребят. Ну что, может забрать уже эту территорию? Надо разобраться. Надо пару все-таки военных юнитов сбросить, потому что слишком много. Девять не прокормим, мне кажется. Давайте попробуем в науку пойти. Я понимаю, что там красный тоже так нехило лидирует. Но у меня два круга вот этих. Плюс я... Давайте я шестерых оставлю, наверное. Он, кстати, не угадал, где у меня центр, не туда побежал. Давайте заберу. Что-то фиолетовый хочешь? Прошу, где я на карте. Сейчас так и расскажу. Давайте, наверное, домик сюда. Потом военный лагерь. Ну а добычу железы, мне кажется, тут не надо. Что, пойдем поубиваем еще кого-нибудь? Надо же добить уже до трех тысяч. Да, кстати, зимой надо пойти искать, где у меня эти... Еще снаряжение валяется. Так-то я могу так посмотреть. Можно переключаться, видите? То есть вот тут надо сюда отправить скаутов. Майонное ремесло теперь за убийство будут давать. Кстати, вот теперь имеет смысл йотунов убить, потому что за их убийство еще и слава... Не просто 100 славы, а просто еще за каждого йоту дадут славу и науку. Но я думаю, это надо сделать, когда уже будут вот три тысячи улучшено, понимаете? Вот этих можно поубивать в Экдресиле. Тоже много дадут науке и славы. Догоним красного. Блин, он, конечно, в науку вообще там вложился. Давайте, наверное, так. Я так понимаю, что Фиолетов вообще не собирается ничего делать. Он просто никакой здесь. Просто сидит, чилит. Может пойти его убить тогда? Ну а че он бесполезно сидит? Не, мне реально надо йотунов. Обоих йотунов и вот этих ребят убить я вполне могу догнать. Красного. Таким макаром. Блин, мне только надо, во-первых, так сделать. Во-вторых, это надо будет остановить. Аначе я Кракен разрушит. Надеюсь, Фиолетовый не догадается на меня нападать. А Фиолетовый кто? Блин, Олень. Ну да, Фиолетовый, наверное, не очень сильный игрок. Потому что за Оленья быть последним по славе. Просто Красный где-то очень далеко. Слушайте, я не понимаю. А как Красный убил Чёрного? А где же тогда Красный? Чёрный же вот здесь. То есть Красный где-то там. То есть он не убивал Фиолетового, а убил Чёрного. Они что эти? Дружочки-пирожочки? Или тут всё-таки Красный где-то? Да нет, центр карты тут оранжевый, тут чёрный. Я не понимаю, как Красный. Непонятно что-то мне. Ну всё-таки, наверное, там за Фиолетовым, помните? Фиолетовый говорил, что он сразу сдастся, если Красный на него, но по этому страну не понимаю. Он не понимает, где Красный и шо он делает. Так, ну давайте вот с этих начнём. Красный вот решил меня полностью исследовать. Тоже не хочет убивать почему-то Фиолетового. 73%. Сейчас дождёмся. Оно само, видите, набьётся за счёт способности. Есть. Плюс к здоровью. Ну, посмотрим, как у нас получится. Да, кстати, тут я могу выбрать какое-то снаряжение получше. У меня стоит, увеличивает атаку и скорость атаки. Не, вот так и оставим, да. И возьмём стратегию обороны на всякий случай. 30 науки, 10 славы. Блин, не смог одного спасти. 10 науки, 30 славы. Ну, не скажу, что много, да. Теперь лечиться надо. Они, конечно, больно бьют. А йотуны будут по площади давать. Блин, ну не знаю. Конечно, лучше было бы на Красного напасть, но я даже не в курсе, где он, блин. Вот так, эти проблемы быка. Мне кажется, вообще, самая основная проблема, что ты просто не можешь найти соперника иногда. Если соперник хорошо развивается и где-то фиг знает где, то ты просто не успеешь к нему добежать. Ну, вот вон Красного границы я вижу. Ну, это ж трындец. Это ж трындец. Ну, вообще, к нему можно пройти, но он уже практически вот... Не, вообще, хватит. У меня еды нету. Для того, чтобы его нормально завалить. Так, давайте-ка мы улучшим старушку-охотника. Кстати, давно надо было сделать... Дерево еще ладно. Так, ну это минус один. Терпимо. Ой, зима. Ну, в принципе... Ну, мне как бы надо нападать на Красного. Это единственный вариант победы. Хоть узнаем, кто он. Я думаю, я просто всех ученых сейчас отправлю. В юниты. Это 5 плюс 7, 12. И еще трех. И еще трех, что придется все-таки в минус еду. Ну, еще одного. Ладно, поехали уже, наверное. Так, еще одного лесоруба. И это у нас... Этот... Собственно... Вепрь. Я вообще еще не воспользовался ни разу способностью. Так, он не успеет башню построить. Хм... Парим тут. 86 ну по славе он не победит я у него час области забираю а вот по науке может победить он там что-то еще открывает прикольное вы начнете не факт что у него здесь его территории мне кажется сюда должна быть должна быть туда блин где у него ну построит он башню и что ну конечно он наверно до зимы будет ждать прежде чем со мной воевать она сейчас бегал он собирает армию так но мы наверно сначала провокации воспользуемся он свалил блин слита у меня здесь походу я уже не убегу я скорее побегаем по у не туда побежал да ну слишком хорошо был подготовлен я слишком далеко нахожусь к сожалению взять медицину вот почему он фиолетового не убивал минут интересно эти тимплееры получается получается так ну мне кажется несмотря на то что он тут армию свою слил я уже ничего не могу сделать хотя ну просто у него 95 процентов уже наука победы и зачем приходил ко мне честно говоря ну и тем более я без торфи на тоже мало чего могу сделать хотя у меня армия сильная ну 96 то есть посидел короче тот статист просто посидел ничего не делал лучше бы его черный вынес конечно а что там на меня такое накладывает зелененьким интересно хотя я тоже конечно набрал науки на этом неплохо но явно отстаю я думаю так далеко наверное я мог бы что-то еще сделать но ну короче получилось как получилось уже сколько там у него бежит у него 17 сил у меня 18 у него 6 юнитов то есть у меня шестью юнитами по идее я его должен валить ну победа давайте просто посмотрим как тут развивалась у людей все не знаю ну красный вот вынесет ну вот короче коричневый тут должен был быть между мной и зеленым хотя мне это особо пофигу было потому что у меня тут эльфы и гоблины как раз все полностью мешали то есть каким-то макаром красный я так понимаю значит синий на фиолетового нападал и а все-таки там на фиолетового нападали но я не знаю в целом он выглядит очень как-то так слабенько нельзя как-то как его не убили наверное черный с синим так так себе были том оранжевый каким-то макаром пошел убил черного а синего кто убил синий терпит поражение синий подвергнул кстати не было написано что он подвергается атаку так очень уж он просто сдался вот у нас получилось красный ровно напротив меня то есть именно до него мне было больше всего бежать получается так ну в принципе вот так теперь норсгард играется клан быка надо будет конечно и ворона попробовать как-нибудь спасибо что досмотрели ваше впечатление о новом патче давайте в комментарии пожалуйста как у вас как вам как мне сейчас кажется что самым сильным сделали вепря между прочим собственно я смотрю что и большинство за вепре играет почему-то все всем пока играйте в умные игры спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк поставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока